Здравствуйте дорогие друзья! Если вы только приобрели iPhone или iPad или никогда не заморачивались с настройкой iOS, то первое что необходимо сделать, по максимуму отключить неиспользуемые системные службы, которые никак не отразятся на вашей повседневной деятельности, но снизят фоновую нагрузку на устройство, незначительно сократят разрядку аккумулятора, сэкономят трафик, ограничат обращение к геолокации, да и упростят работу с устройством в целом. Так что будет интересно и что самое главное полезно. Устраивайтесь поудобнее. Свершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кешбеком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кешбека приглашенных друзей. При этом у друзей кешбек не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Для начала я предлагаю отказаться от целевой рекламы. Apple собирает ваши запросы в поисковых системах, а уже исходя из этого предлагает вам наиболее привлекательные рекламные объявления. Чтобы меньше обращать внимания на это дело, пройдите в настройки, конфиденциальность, реклама и деактивируйте переключатель ограничения трекинга. Рекламы меньше не станет, но она будет менее релевантна для вас. В любом случае лучше установить какой-нибудь бесплатный блокировщик рекламы, вроде AdGuard или BlockBee. Далее мы ограничим отправку диагностических данных на сервера Apple, пройдя в настройки, конфиденциальность, анализ. И отключаем пункт делиться анализом iPhone и Apple Watch. Потребление трафика станет меньше, да и геолокация отправляться не будет. Теперь отключим неиспользуемые системные службы, для чего пройдите в соответствующее меню служб геолокации. Отключаем геолокационную рекламу, геолокационные предложения и все пункты в разделе совершенствования продукта. Дабы не потреблять сотовый трафик, отключите автоматическое воспроизведение видео в App Store через мобильное интернет-соединение. Для этого откройте настройки iTunes Store и App Store и переключите пункт автовоспроизведения видео на только по Wi-Fi. Или отключите его вовсе. Здесь же отключим надоедливые сообщения, появляющиеся в приложениях от разработчиков, которые просят оценить их продукт. За это отвечает пункт оценки и отзывы. В новых версиях iOS Apple по умолчанию предлагает вводить шестизначный пароль на разблокировку устройства и выполнение важных действий. Но четырехзначный код куда удобнее. Его можно выбрать и сразу при установке в параметрах. В остальных случаях проходите в настройки, Touch ID или Face ID и код пароль, сменить код пароль. Нажмите параметры код пароля и выберите пункт код из четырех цифр или любой другой удобный для вас пароль. В этом же разделе есть область с настройками доступа с экрана блокировки. В последние несколько лет все способы обхода экрана блокировки были связаны именно с активными переключателями в этом меню. Тут отключайте то, чем вы не пользуетесь. К примеру, управление домом, повтор пропущенных или Siri. Обязательно включите двухфакторную авторизацию для своего Apple ID. Если несколько лет назад эта функция не могла работать со многими странами, то сейчас даже белорусам доступна эта опция. Попытка авторизации на любом устройстве не будет успешной до тех пор, пока вы не подтвердите действия на другом привязанном к этому Apple ID гаджету или не введете проверочный код, отправленный по смс. Одна из самых важных функций, касающихся безопасности, это найти iPhone. Утеряв смартфон вы сможете авторизоваться на компьютере в веб-версии iCloud и отыскать его месторасположение, заблокировать его, отправить сообщение человеку, который его найдет или скотине, которая его украла, подать сигнал или вовсе дистанционно удалить все данные. У меня знакомый потерял свой iPhone и знал, что в нем есть такая функция, но просто забыл ее активировать. Давай, сделай это прямо сейчас. Не откладывай на потом. Пройдя в меню настройки экрана яркость, вы сможете выборочно настроить время автоблокировки устройства. Чем оно меньше, тем выше уровень безопасности и больше экономии заряда батареи. Оптимальное значение 30 секунд или 1 минута. Функциональ shift изменяет температуру цвета в зависимости от времени суток. Планируем включение этого режима примерно за час до начала сна и выключение через час после пробуждения. В этот период экран смартфона будет переходить на теплую, желтую, успокаивающую цветовую схему. Вместо привычного синего, холодного, бодрящего цвета. Можно доверить и автоматике. И устройство самостоятельно будет включать и отключать эту функцию без привязки к точному расписанию. Часто замечаю, что многие даже бывалые владельцы iPhone не используют функцию не беспокоить. Она же божественна. Здоровый сон может запросто перебить незначительные уведомления даже из игры. Чтобы этого не произошло, запланируйте эту функцию. Что касается допуска вызовов, лучше поставить или всем, или только избранным. Но тут можно не предугадать. Правда, если человек не попадет в белый лист и позвонит второй раз в течение двух минут, он все же дозвонится. Ну и напоследок обязательно отключите функцию помощь Wi-Fi в настройках сотовая связь, если у вас лимитированный пакет трафика. Эта штука при нестабильном или слабом Wi-Fi сигнале начнет автоматически подгружать данные через мобильную сеть. И о последствиях рассказывать не стоит. В Беларуси до сих пор многие операторы позволяют загнать абонента в минус. На этом все. Даже если хоть одну настройку из этого списка вы взяли на вооружение, то я не зря снимал это видео. А это значит, что вы можете поддержать его большим пальцем вверх. В комментариях можете привести свои мастхев-советы, которые также можно было бы выполнить. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.